МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. И вы можете задавать любые вопросы по нашей теме по телефону прямого эфира 744-636. Итак, лето. Не только долгожданный, но и коварный сезон для заболеваний различных. Именно летом простудные различные заболевания появляются довольно неожиданно. Вот начнем с наших реалий. Сейчас у нас переменчивая погода, постоянные дожди, низкая температура, повышенная влажность. Чем это опасно для нашего здоровья, Сергей Валентинович? Дело в том, что есть так называемые сезонные заболевания. Вы правы, что летом они немножко другие, чем осенью, весной и тем более зимой. Но вот настоящее изменение климата и конкретный температурный режим и влажность, они, конечно, влияют на то, что практически надо проводить профилактику заболеваний, как осенью. Типичные наши летние заболевания, такие как тепловой удар, солнечный удар, ожоги солнечные. Спят еще, да? Да, их еще не было так. Надеемся, что будет жаркая погода, но пока не актуально. То есть обезвоживание, то это все не актуально. На сегодняшний день нужно защищать себя именно от переохлаждения. Хотя, вот я говорю, что заблуждение большое такое, что люди в жару принимают холодную воду, что я в надежде, что они утолят жажду, а наоборот, тоже способствует ларингитам, фарингитам, ангинам. Но и в такую погоду тоже нельзя, чтобы промокали ноги, и чтобы можно очень легко без зонта получить и воспаление легких. Вот какие к нам болячки сейчас вернулись в связи с этой переменчивой погодой? Да. А вот как раз все типичные для осени, причем поздней осени. Вот так же. Да, да. И еще тоже одна особенность есть. Офисные работники все хотят уже в период отпусков отдыхать, уже устали, иммунитет снизился. И они тоже в группе риска находятся, потому что, к сожалению, находятся в помещениях, к сожалению, там скучность. А в силу реалий сегодняшнего дня даже заболевший ходит. К сожалению, это так. Это раньше было. Теперь слабых практически таких форм не бывает. Обычно тяжелые. А тяжелые они больше распространяют. Но инфекция, она не такая, как вот осенью, зимой. Осенью, зимой, да. Это именно то, что в самом человеке есть. И вот сейчас оно просто проявляется. Ах, вот так вот. Да. Ясно. А чего не хватает нашим организмам при такой погоде, при низкой облачности, нет солнышка? Ну, женщины вообще очень чувствительны к отсутствию солнца. И у них в 2-3 раза развивается больше депрессии. Ну, а все люди чувствуют, что не хватает солнца, который синтезирует в нашем организме витамин D. А витамин D как раз является таким панацеей от вирусных и материальных инфекций. Вот наиболее распространенные заболевания сейчас, которые вышли, это все-таки респираторные. Вот как вот не пропустить при переохлаждении более серьезные заболевания? Что нужно сейчас делать? Какие меры профилактики? Ну, естественно, надо соблюдать режим труда и отдыха, сна. Потому что организм восстанавливается физически с 11 часов до часу ночи. Ну, сейчас очень трудно как бы спать, потому что в 4 часа уже светло, и люди начинают просыпаться раньше. Одним из условий нужно, чтобы сон был полноценный. Потому что иначе пойдет выгорание иммунитета, и тогда в том числе и выгорание противовирусной, противобактериальной иммунитета тоже. А как поспать подольше? Потелитесь секретом. Вот я в 4 утра просыпаюсь и все. Нет, ну нужно сделать так, чтобы не было шума, чтобы не было света лишнего. И ложиться в одно и то же время, и сдвиги не допускать. Потому что вот на час, если вы передвинете, там, в выходной или какой-то завтра куда-то не пойдете пораньше, то потом восстанавливает организм, будет очень долго это. И потом еще индивидуальный, как каждому, с возрастом уменьшается количество сна, необходимое для восстановления. Вот такое вот. Ну и плюс витамины, полноценное питание, сочетаемость продуктов. То есть, естественно, ничего тяжелого не надо, такого вот грубого и нездорового принимать с ним тоже. Ну и очень часто все переходят сейчас на легче напитки. Ну вообще с россиянами сложно обсуждать количество потребляемого алкоголя. Но минимальная доза, если говорить, для женщин 30 мл, а для мужчин 50 в день. То есть зимой мы согреваемся, а летом мы расслабляемся. Ну, расслабляемся. Кстати, есть возможность похудеть, потому что как раз тоже сезонность такая, веса есть. Лучше активность. Ну что ж, какие проявляются простудные заболевания этим летом, об этом в нашей постоянной рубрике «Больная тема». Давайте посмотрим. Пожалуй, обиднее всего болеть летом. Коллеги делятся фотографиями с моря. Ваше заявление на отпуск уже подписано, а вы пьете жаропонижающее. И думаете, скоро ли пройдет насморк. Простудились? Неудивительно. Острое респираторное заболевание – то, что мы в обиходе называем обычной простудой. Именно летом оно подкрадывается незаметно. Если на улице жара, легко переохладиться на сквозняке или под струей кондиционера. Перепад температур может стать критическим для здоровья. Стаканчик мороженого, ледяной лимонад, холодный душ и здравствуй насморк и першение в горле. Наше лето пока особой жарой не балует. В этом еще одна проблема. Вышли на улицу без зонта и попали под ливень? С утра надели босоножки, а к вечеру похолодало? Наоборот, достали теплую куртку, перегрелись в транспорте, а потом поставили разгоряченное лицо ветру? Здесь-то вас простуда и поймает. Самый простой рецепт – одевайтесь по погоде. Если на улице прохладно, держите ноги в тепле. Не забывайте зонт и одевайтесь многослойно. Куртку легко убрать в сумку, зато если вдруг на смену солнцу придет очередной арктический циклон, вы будете во всеоружии. Болезнь проще предотвратить, чем вылечить. Берегите себя и будьте здоровы! Итак, мы снова в студии. Я напоминаю, что ваши вопросы вы можете задавать по телефону прямого эфира 744-636. Говорим мы сегодня о профилактике простудных и других заболеваний этим летом. Сергей Валентинович, летние заболевания можно разделить, наверное, на две группы. Первая причина – это жара. Вторая причина – это переохлаждение из-за низкой температуры. Есть между ними что-то общее? Может быть, ОРВИ, ларингит, фарингит, какие-то заболевания? Я вообще хочу сказать, что есть такое понятие, как сезонность заболеваний. Для лета, для типичного, которое с хорошей температурой, такие вот, как солнечный удар, тепловой удар, солнечные ожоги, они как раз типичны. Слава Богу, в этом году таких нет, но мы все это ностальгируем по хорошему погоде, по солнечным дням. Общее одно, только то, что это достаточно ярко проявляется. А причина разная, причем потому, что в жару люди, еще раз говорю, что они в надежде, что они утолят жажду, пьют как раз прохладные напитки, даже холодные. А наоборот, утоляет жажду достаточно горячий зеленый чай или комнатной температуры, или чуть повыше лимонная или мятная вода. Вот такая, негазированная. Газированная нет. Почему же горячий зеленый чай утоляет жажду? Зеленый горячий чай... Какие процессы физические проходят? Да, мне тоже было откровение, когда я в Среднюю Азию приехал, и там как раз увидел, что люди в жару пьют горячий зеленый чай. А он сразу всасывается и выходит с потом. Идет, а тело в целом охлаждается. Вот так вот. То есть быстро. Если человек здоровый, если для него нагрузка нормальная, он принимает достаточное количество жидкостей, потому что надо тут тоже смотреть. Если сердечно-сосудистые заболевания есть, то надо советоваться, потому что объем тоже, нагрузка тоже нельзя на сердце. А если все нормально, то как раз горячий очень. Кстати, в зоне риска находимся мы все, или есть какие-то сейчас люди разных профессий, которые более подвержены этим простудным заболеваниям? Это люди, которые работают либо в офисе, либо на улице. Кто из них больше? Я хочу сказать, что есть зоны риска, это и по профессиям, и по возрасту. В зоне риска точно те, которые еще только вступили в жизнь, потому что у детей, как правило, не налажена терморегуляция, и они как быстро переохлаждаются, так быстро перегреваются. И пожилые, у которых уже нарушилась терморегуляция, они тоже так же плохо переносят и жару, и холод, и тем более проходы этих всех циклонов и антициклонов, фронтов, потому что эта метеочувствительность с возрастом повышается. Но и, естественно, люди, которые работают на улице, естественно, которые под открытым воздухом, кстати, этот год не очень такой приятный для строительства, но строители, в том числе, они, конечно, подвержены переохлаждением, и под ливни попадать, вот это да. Офисные работники, они тоже, особенно в жару, тоже попадают в зону риска. Из-за чего? Из-за того, что все хотят поставить температуру кондиционерной пониже. А нужно не ниже 24-25, и влажность, чтобы была выше 35. Самое комфортное это 24-25 температуры, и влажность 60-70. Все понятно. И вот в сюжете уже прозвучала такая информация, как все-таки правильно одеваться этим летом, вот этим переменчивым летом, когда выходишь с утра, вроде жарко, к вечеру уже холодно, и наоборот. Сначала холодно, а потом уже жарко. Может быть, какие-то, я не знаю, дополнительные одежды носить, да? Да, я считаю, что нужно очень внимательно слушать прогноз, ориентироваться и с запасом брать, действительно, одеваться. Если с утра холодно, лучше теплее одеться, потом можно будет, как сказано, многослойно снять какую-то часть подежды. И наоборот, если сегодня все-таки с утра тепло, но это не значит, что вот такое возможно, значит, надо с собой взять. И обязательно зонтик. Почему? Потому что ливень у нас, к сожалению, такие бывают местами очень сильные, промокнуть, и сразу же действительно бронхит или воспаление легких. Потому что в целом устойчивость населения к таким заболеваниям, она достаточно низкая. Отдельная рекомендация родителям, может быть, по поводу детей? Дети, я еще раз говорю, что они наиболее подверженная группа, потому что, во-первых, сами не могут понять, что с ними плохо им, насколько им хорошо. Поэтому это все возлагается на родителей. Они должны четко по погоде одевать. То есть просматривается прогноз просто на весь день? Да, да. И если будет прохладно, значит, надо надеть достаточно... А может перестраховаться, надеть на ребенка все? Ну, все-то не надо. Ну, все-то не надо, но пусть прихватят. Потому что и перегрев-то у них тоже мало. Тоже вреден, да? Да, тоже вреден. И питьевой режим. Вот в норме, если то 30 мл на килограмм веса. Но когда высокая температура, там побольше. Если человек еще работает физически, еще больше. Но желательно при высокой температуре, надеемся, что все-таки они придут, с 11 до 17 с тяжелым физическим трудом не заниматься. Вот так вот. Да. А скажите, пожалуйста, вот давайте теперь поговорим о закаливании, да? Вот многие люди используют такую погоду, чтобы закалить свое тело. Вот стоит ли сейчас вот прямо начинать принимать воздушные... Нет, воздушные, да, я согласен, закаливание, оно, конечно, нужно начинать в любой момент, можно, но надо начинать все постепенно, эволюционно, нереволюционно. Потому что любое резкое изменение для организма – это стресс. А стресс должен быть стимулирующим, а не провоцирующим заболевание. То есть надо потихонечку наращивать температуру. То есть да, где-то даже при такой погоде сразу выходить в обнаженную на улицу нельзя. Это потом будет, можно будет и зимой уже, если постепенно подойти. Умеренность, постепенность, месяцами надо готовиться. Хотя я видел, вот мы ездили тоже в Бретово сейчас, я видел, что люди купаются и сейчас даже. Вода достаточно холодная, купается и достаточно долго. С другой стороны, мои знакомые... Это люди подготовленные, может быть, уже какие-то? Возможно. Которые живут рядом, они... А с другой стороны, мои знакомые в аквапарке. Ребенок получил воспаление легких, а мужчина получил другое специфическое. В аквапарке? В аквапарке, да, в такой, в родниковой зоне, как там написано, в холодной. Ну, их не оторвать же детей-то, поэтому-то они накупались в аквапарке даже. То есть это такое обманчивое состояние, особенно для детей, они же не знают. Все понятно. Ну что ж, пока большая часть ярославцев ждет тепла, кого-то устраивает паспортная погода. Давайте послушаем, что говорят ярославцы по этому поводу. По вашему мнению, какое лето более полезно для здоровья? Жаркое или прохладное? Прохладное, конечно же. Почему прохладное более полезное для здоровья? Для здоровья. Для организма лучше умеренная температура, чем жаркое. Жаркое, да погреться надо хотя бы. Ну, такая прохладненькая, конечно, лучше. Почему? Почему? Думаю, себя чувствуешь оригинально, лучше чувствуешь. Мне лучше, чтобы не очень жарко и не очень холодно. Как это влияет на вас? Положительно. Для меня конкретно лучше жаркое. Полезнее для здоровья? Я думаю, да. Жаркое. Можно покупаться, сходить, позагорать. А холодное, но сейчас дождик идет. Дома сидишь постоянно, на улицу не выйти. Жаркое, конечно. Почему? Ну, мне приятнее в жарком. А не то, что сейчас. Конечно, жаркое. Почему? А солнца-то не включишь. Уйти от него можно, спрятаться в тени. А включить не включишь. Потому что я сам с юга, мне больше жарко подходит. Когда как. Я и жару люблю, и прохлада. У природы нет плохой погоды. Ну, как мы видим, мнения ярославцев разделились. А вот у вас, с точки зрения врача, какое все-таки лето полезнее? Жаркое или прохладное? Мы не случайно называемся средней полосой России. У нас достаточно умеренный климат. И все такие вот аномалии, которые уходят и в холодную, и в горячую, это ничего хорошего нет. Потому что наш организм привык к такой серединочке. Но и в холодном лете есть свои плюсы и свои минусы для всех возрастов, для всех профессий. Поэтому тут однозначно сказать, что хорошо то или другое. Надо одеваться по одежде, по одежде надевать по погоде. Если будет жаркое, то соблюдать, соответственно, температурный, питьевой и нагрузочный режим. Но и есть группы, которые действительно плохо переносят или и холодно, и жарко. Это пожилые и молодые дети. Потому что лучше всех здоровые, без особых болезней, без хронических. Потому что, например, аллергия, она никуда не делась. Ни в холодное, ни в горячее. Как же? Вот люди говорят, что повышенная влажность, она не способствует распространению пыльцы. Ну, аллергия бывает не только тополиной, пуху, скажем так, или еще просто задержкой. Но он все равно придет. Но и аллергенов очень много. Например? Ну, самые разные. Есть и травы, и пищевые, и просто еще химические вещества. Так что аллергенов достаточно много. И на что реагируют? Например, у меня жена, она реагирует даже на запах лошади. То есть у кого как. Ну, это круглогодично. Я имею в виду то, что летом, вот вы говорите, что аллергия никуда не ушла. А тут тополиный пух, например, еще в июне месяце прошлого года уже летал вовсю. Сейчас его нет. Может быть, половина людей уже вздохнули. Свободно. Но вот борщевик? Борщевик, да. Вот я сейчас тоже езжу по области, к сожалению, по обочинам дорог. А он не только пыльцой борщевик, а еще и когда он цветет, не только пыльца, еще ее нет в таком количестве, а уже эфирные масла могут вызывать сами по себе и головную боль и тошноту. А если попадет на кожу сок, то тогда будут ожоги, которые могут не зарастать до 6 месяцев. То есть он сам по себе очень. У нас есть самораспространенный борщевик Сосновского, а так около 70 видов в России. К сожалению, очень устойчивая такая скульптура, ничего нельзя сделать. Впереди у нас еще два летних месяца. Вот, ну, надеемся, что тепло еще наступит. Как все-таки вот после такой переменчивой погоды подготовить себя к жаре? Каким образом? Ведь она может не сегодня, а завтра уже как бы... Будем надеяться, что сегодня, завтра. Все-таки лето будет летом. Хоть и не такое жаркое, как сейчас вот в Сибири, потому что тоже аномалии жары не нужны. Но надо как подготовиться? Надо соблюдать действительно и питьевой режим достаточный, температурный режим и на работе, и дома. Хуже всего переносить, к сожалению, если нет кондиционера ночью, потому что если будет жарко ночью, то человек не восстановится, плохо спать будет. И легкую пищу, и, естественно, не употреблять, не курить и не злоупотреблять алкоголем, особенно крепкими. То есть потихонечку, потихонечку свой организм, как бы очищать, очищать, да, готовить вот когда-то летний жаре, да, собственно говоря. Понятно. Ну, один из полезных советов, вы сказали поддерживать температурную комнату, температуру в комнате, да? Комфортную. Сколько она должна быть? Давайте напомним еще раз примерно. Ну, вот более-менее такая 24-25. 24-25, да? Не выше, не выше, да. А в спальне пониже. А еще выше, повыше, это в ванной комнате. А повыше в ванной комнате, да? Да. В комнате. Да, потому что там все-таки и влажности, и люди обнаженные. Если вы уже все-таки заболели, как быстро решить проблему? Стоит ли отлеживаться в постели? К сожалению, сейчас же какая тенденция. Легких форм и средних форм практически нет. Люди вообще на них не обращают внимания. К врачам приходят с тяжелыми формами. И, к сожалению, бывают такие, что пропускают в том числе и воспаление легких, и паранхиты, которые переходят потом в спруктивную и бронхиальную астму. Все-таки надо сделать выбор, что, да, работа или какие-то обязательства перед кем-то, но будет хуже, когда вы выключитесь на месяц, на два. Надо все-таки, когда чувствуете себя, что действительно температура высокая, действительно себя плохо чувствуете. Ну, не секрет, что сейчас мало кто берет больничный, но возьмите больничный. Ну, вот как раз к тому, что, да, многие люди действительно думают, что, ну, раз я летом заболел, то на солнышке я прогуляюсь, насморк и кашель у меня пройдет, и все нормально. Они не берут больничный, идут на работу. Что делать остальным работникам? Ведь факт, что один заболевший работник может заразить там 5-6 человек, да, сразу находясь в одном помещении. Особенно если кондиционер, если закрыто, то да. Да. Если нет бактерицидной лампы, которую тоже обязан, в принципе, предоставить работодатель, сейчас они есть у нас, закрыты, те зары. Так что тоже можно. В каждом помещении это не поставить. А они передвижные. Они передвижные. Ну, вот что делать людям просто, которые находятся в одном помещении с этим заболевшим человеком? Ну, как что? Средства индивидуальной защиты. Ну, маски, да? Да, маски, да. Хоть это и так смотреть, достаточно стремно, если так говорить. Ну, и плюс иммунитет свой высыпаться, есть нормально, отдыхать. Так, а есть, может быть, какие-то народные средства, я не знаю, чеснок здесь носить, я не знаю, постоянно там в кулончике. Ну, чеснок, это все-таки меркаптаны, они не очень такие, сам по себе, да. Ну, можно эфирные другие масла. Эфирные масла, да, какие-то носить, чтобы они отбивали эту заразу, не давали. В частности, еще говорю, что, может быть, такой совет открывать окна. Вот зимой-то мы не открываем, да, не проветриваем помещение. Нет, ну почему? Такую-то погоду можно ведь, наверное, сделать? Обязательно можно открывать, потому что циркуляция, естественная циркуляция, она должна быть тоже. И единственное, что только если, например, выходит окно на оживленную трассу, это малоприятно, конечно, и шум, и запыленность. А так, это периодические проветривания обязательно, потому что сразу снижается уровень загазованности и уровень инфекций, которые витают в воздухе. А может быть, во время работы делать какие-то прогулки периодически? А вообще, вот, даже я слышал, что Владимир Владимирович Путин предлагал, что если будет жара, то с 11 до 5 сделать большой перерыв, и рано утром начать, и поздно вечером закончить. Был такое предложение. Кто-то типа сиесты, что ли? Да, типа сиесты он предлагал, но там в зависимости от того, какой температурный режим, и в зависимости от того, насколько можно прерваться. Ну, слава Владимиру Владимировичу работодателю бывших. Ну, я думаю, что прислушается. И все-таки вот такие всеобщие рекомендации, общий итог давайте подведем. Как сохранить здоровье летом, как сохранить вот в такую непогоду? Давайте вот еще раз пройдемся к психологическим мерам. Если сказать еще раз про то, как себя вести, даже в такое аномально холодное лето, нужно одеваться действительно по погоде. Обувь должна быть тоже по погоде. Отдыхать. То есть надо сделать режим труда и отдыха рациональным. Достаточно и сбалансированно питаться. Так. Витамины принимать тоже. Если не хватает, как правило, сейчас неполноценная пища, к сожалению, то надо и при витаминной комплексной. И потихонечку перейти к закаливанию. К закаливанию все равно. И еще один такой вопрос. Впереди все-таки, если жаркое лето наступит, люди рванут в леса за грибами, да? И тут уже наступит как бы период таких достаточно других заболеваний, которые может принести нам как бы урожай, да? С одной стороны. Собственно говоря, и жаркая погода, купание. Вот тут какие-то меры профилактики. В Ярославской области несколько категорий грибов, но есть абсолютно съедобные, относительно съедобные и абсолютно несъедобные. Так вот, надо брать те, которые вы знаете, и тогда риск отравления будет небольшой. И если консервировать, то нужно знать, как консервировать, и чтобы не получить ботулизм. Я к тому, что, знаете, вот то, что сейчас вот постоянные дожди, да, и леса у нас довольно сырые. Там нет ли вот у нас такой опасности, что грибы, они сейчас какие-то мутанты из-за этой влажности? Ну, вот в Ярославской области я не слышал, что были мутанты, а в других южных таких вот районах, как Оборонежского, Бельгородского, там, к сожалению, бывают. Там из-за жары, из-за сухого климата, там бывает такое, что мутанты. Понятно. Ну, у нас, слава богу, все более-менее нормально. У нас единственное, что люди из-за чего травятся? Из-за того, что они принимают несъедобный гриб за съедобный. Ну, понятно. Вот это такое. Ну, что и не надо брать, естественно, гнилые, перезрелые там и так далее. Ну, что, спасибо вам за ваши советы, спасибо за те профилактические меры, которые мы сегодня донесли до наших телезрителей. Надеемся, ну, как-то подготовимся, еще и в жару тоже простоим, выдержим. И, наконец-то, наступит у нас то замечательное лето, которое мы проведем с пользой для нашего здоровья. Здоровья вам и вашим пациентам. Спасибо. Спасибо. Лето – идеальный сезон для того, чтобы оздоровить наш организм. Ведь мы стараемся проводить как можно больше времени на свежем воздухе. И солнце, и влажный воздух после дождя одинаково могут приносить пользу для здоровья. Главное, не стоит забывать об опасностях, которые таит в себе это время года. Если у вас остались вопросы, пишите к нам на почту bzsobaka1yartv.ru. Мы обязательно переадресуем их специалистам или посвятим им одну из наших следующих передач. Берегите себя и будьте здоровы!